я сашенко виктор нахожусь сейчас потеряевки около другого пруда это по счету четвертый пруд я про него и забыл потом вспомнил это так называемый матушки ну почему он так называется что около домика первого домика потеряевского где батюшка с матушкой жили так и закрепилась матушкин пруд условно вот он он набрался полностью еще буквально неделю может назад мы да и более ходили думали как тут вода наберется не наберется ведь снегу мало но снегу достаточно для того чтобы пруды набрались вот через дорогу прям вода идет и туда дальше от мы были на лагерном пруду она в лагерный а здесь камнями укрепили чтобы не размывала вот я сейчас в этом потоке стою нахожусь это улица марии лапкины там дальше голубят не видно этот домик деревянный скворечник называется где жил 13 лет один скворец а это там вторая половина потеряете и идет видимо там батюшка вторая половина улицам улица марии лапкины приезжайте милости просим если господь позволит на крещение в лагере поживете в лагере станет православным потому что он так сказать комплексный там взрослые могут быть и дети находиться ну конечно согласование с с директором лагеря и на тихом ничего лапкина слава богу за все вот он мой охранник верный шарик уже заждался меня шарик заждался сейчас пойдем там около лагеря вот мы отсюда пришли были мы и слышали слышал я как курлыкали журавли но не видел их день или летели песня есть такая журавли журавли и возьмите меня с собой ну там не помню слова я такая на духовного содержания слышал журавли и крик и небо меня манит небо ну небо осеннее у нас свинцовые тучи слава богу за все аллилуйя аминь 26 апреля 2016 года это мы с братом никитой приехали в деревню потеряевку сейчас я покажу там у брата виктора находимся у нас пригласил всех дом напоил нас чаем попили приветил нас странников прошлись по каждому дому поприветствовались попросили благословения у каждого жителя деревни потеряевки батюшки заходили к нему домой тоже благословились вот сейчас брат виктор будет свое показывать хозяйство которую не за зиму появилась ну все брат я готов показывай показывай свое хозяйство шарик а вон от шарик того на царик ну шарик да царик ну подойдем шарик подойдем скоро молодец ау ну да у тебя же с собой у меня овечки и курочки водички даю вам на специальную раз у меня уже сказать маленькое стадо пятеро молоднячков но игнашек боятся один февральский двое мартовских и трое было 1 апреля когда я уехал отсюда тут у меня был этот исаак за хозяина ученик табачкин подарок до 1 до тройни он не подарил вот это вот первая она самая ручная мы с ней каждое утро так здороваемся но сейчас она боится конечно ну лицом к лицу так сказать здоровьтесь такая ласковая видно на это такие в такая порода шиньончики такие шлемы такие и вот я его астрик сегодня ну сложновато конечно было стричь батюшка минусе 2 овечки это у них соль 5 килограмм тут я сыплю отходы и получается что вот один все-таки тройню она принесла она небольшая сама овечка тройню и один не выжил ну бывает такое бывает может быть они его и затоптали даже у меня тут не может господь и как и якова умножит и вот пятеро получается и трое взрослых и пятеро маленьких но и в ковчег уже сама смело смотри стрижем баря 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 а вот сейчас я это сейчас вы не торопите вот они ножницы батюшка дал вот я пол мешка шерсти уже на стык я сейчас хочу и горсточку дать она подходит это игорь его отходы я у него купил вот тут я прям стриг сегодня дочь обещали я думаю ладно уже не буду выходить баря баре баря баря баре вот там сдалека давай вот где боятся я пробовал они бояться варя 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 вы ничего не беспокойся а маленький как тебе подходит нету боятся пояса еще Они бы с детства со мной росли-то, то вот сейчас он с мамой осмелелся. Вот Баря молодец. Уже нет ничего. А там у тебя кто сидит? Курочки. Две курочки у меня и петушок еще от родителей, а семерых я заколол зимой. Они уже старые, но и зимой здесь холодновато, им надо потеплее, чтобы они неслились. Но когда вот тепели были, они неслись у меня. Это ты уже тут подделал, да? Это я убрал просто, здесь гнилое было. Помнишь же здесь? Да, да, потолок обвалился. Да, положили, покрывали, матушка вас нанимала. А здесь я просто гнилые доски убрал, вот эти еще нормальные. Ну и вот поставил подпорки, это по совету. Ну у тебя совет-то, как говорится, опыт есть еще. Да. А там две курочки, это Устиновый мне. Ну можно сказать за занятия. Я Усаака занятия веду на гитаре. Не только у него, правда, и Ерема, и Василиса. В знак благодарности, да? Ну и я попросил у них несушек. Вот они оказываются в каждый день по два мне. И в общем, ну в общем на Пасху будет. И у вас, и у нас. У меня. Вот. Ну такие вот. Ну ладно, понятно. Такие небольшие хоромы, скромные. Скромные, да. Все с этого начинают потихоньку. А это брат Игорь мне продал. Уже сколько? Пятый рулон у меня купил. Ну вот завтра где-то пол первого можно было. Но я позвоню вам. В рабочей одежде. Просто не в чистом. Ну что, пойдем к Шарику подойдем. Сошли. Уже давно уже не с ним. Это же звезда интернета. Звезда интернета, да. А это у меня, видишь, копейка на жевели. Ух ты. Твоя что ли это? Ну, я за нее не рассчитался. Ну, пока она как бы не нужна. Может быть и верну обратно. Я-то думал, что с Иоанной, хоть в Малонтово там ездить были. Или в Завьялске район. А Иоанных пока нет. Он как всегда вон, видишь. Вон он. Артист. Он все на камеру работает. Он знает, что делает. Шарик. Вот Шарик. Артисты наши. Вот он, вот он. Вот это черемуха. А там и ерга. А вот здесь вот свиньи. Вот это кружевник. И там дальше это все кружевник. Ну, тут я все почищал. Тут у нас куча была. О, вроде как Женя приехал. Да, он приехал. Вот он Шарик, Шарик, Шарик. Шарик, Шарик, Шарик. Вот Шарик насылница. Ну, Шарик. Холод Швейцарий. Будка его. Зимой хорошо пережил, да? Нормально. Он привыкся уже. Не жалуется. Здесь же у него будка вот была. Ну, ладно. Слава Богу. Значит это, может быть, вам что понадобится. Тачка Надежды Васильевны пока у меня. Здесь у меня дровяник. А углярка вон там. Ну, уголь почти весь вышел. Уголь. Дом там 58 квадратов. Ну, побольше, да? Явно побольше. Поэтому уголь. Уголь хороший был. Ну, а огородик, я думаю, пока не там делать дальше. Там надо целик распахивать. А он прямо здесь вот, где вот этот фундамент. Здесь черной. Ну, перегной хороший. Вот. И тут я буду скапывать. Сделаю небольшой огородик. Здесь оно нам загорожено. А там надо все загораживать. Ну, а картошку там я посажу. Немного, конечно. Ну, ладно. Слава Богу. Ну, что, пойдем тогда мы тоже до дому. Спаси Христос тебе за беспредельство. Лиша сделаем. Слава Богу. Лиша хороший. Сейчас мы его сушим. Да. Ладно, слава Христу. Ну, лук забирайте. Это не дома, не перепутайте дома. Сеточку можете там оставить. Я брал, кстати, там, на веранде. Вот. Слава Христу. Сегодня у нас 24 апреля 2016 года. Это поселок Потеряевка. Мамутовского района. Алтайского края. Вот. Мы находимся. Вот. Недалеко от лагеря Стана. Вон он, вдалеке находится. Это мы вот вчера с братом Никитой. Колесниковым. Вон он идет. Приехали из Барнаула. Вот у нас первый день рабочий сегодня. Утром вышли. Начало седьмого. Сейчас время. И вот сейчас будем с ним вот этот пруд укреплять ветлами. С черенками вот ветил. Берег. Берега. Берега именно. Чтобы он не размывал его. Чтобы корни не могли скрепить все это сделать. Вот так вот он выглядит. Вот наш шифер, который мы клали. Наши загородки от скотины. Потом мы будем борщ тут делать все. Увеличивать. Чтобы уже точно никто не пролез из скотины. А так они могут здесь пройти еще. Залезти. Вот так вот выглядит плотина. Вот. Вон шифер. В воде лежит у нас весь. Даже вон чья-то нора есть. Можно даже посмотреть сейчас. Что там. Или просто подмыв. Или все-таки. Непонятно немножко. Так. Пройдем дальше. Так вот. Ну все, брат. Ты можешь начинать уже. Ножовку убери. И это. Начинай вот эти. Вот как с руку. Примерно. Вот такие вот сучки пилить. Где достанешь, конечно. А я их потом рубить начну. Подрубливать. Там где-нибудь внизу. Везде смотри. Где у тебя удобно. Вот. Это они открыли. Стало размывать. И они открыли старый затор. Вот. Здесь приходит водичка. Там она выходит. Вестики только начали распускаться все везде. Тут вот черемушка уже растет. Это ветла. Ветки тут какие-то набросаны. Так. Идем дальше. Угу. Где-то говорят про мыло. Они делали все. Вот. Обвалилось даже. А вот она. Видно. Здесь вот видимо у них что-то было. вот. Так. Вот. Посмотрим еще где. везде берег отслаивается. Вот. Вот. Вот наши досочки лежат. чтобы можно было закрывать тут в этом году конечно не получилось поднять какой-либо уровень здесь раз там промыло вот видимо наши сломала и не новые сделали распорки даже поспущусь здесь вода шла уже сверху все еще грязно промыло даже водой тут нам будет потом заделать даже жардин сломала у нас тут видимо снегом домануло вот слава богу за все вот сегодня продолжаем 27 апреля 2016 года брат Никита пилит ветлы сучки будем их сажать вдоль насыпи вот это вот дамбы чтобы укреплялся берег которому лопается нашим срочно корнями все схватывались вторую ветку спилил 3 уже на выше под не полезу наверно ну смотри можешь где-то застанешь еще вот эту сможешь вот это тут вот это большое да ты этот можешь сломать сухой сучок то чтобы он тебе вот так что да чтоб ты знал точно что его нету там то был об опрессе на него упадешь зимой брат Никита помогал брату нашему игорь дубунов работал по отсчета составлять сейчас все труд физически будет на полную мощь у нас все лето даже как туманка такая идет над водой испарение ну да вот эту можешь тоже прихватить ага брат все готово ну ладно я думаю вон тот еще вот на следующем дереве сможет дотянуться вот это вот его спилил сучок этот на этот сильно не опирайся который тебя на правой ноге он обломиться может вот так вот мы будем все три пруда укреплять лагерный здесь не вот не лагины и там симаковский где коров поет и возле храма который тоже ну вот слава богу за все да врат чё втянешься постепенно ну вот утро 27 апреля мы начнем продолжаем тоже работой с брата Никитой на лагерях и мы на первом пруду а там вдали даже храм видно сегодня будет вечерняя служба в пять часов брат Никита уже напилил сейчас он подтащит я буду рубить делать отверстие земле и будем туда садить все обратно оставляю здесь все сейчас инструмент можно принести весь суда там инструмент брат бери еще это по пути чем захватывать инструмент наш инструмент у нас ломик чтобы делать отверстие чтобы легче было потом засаживать верлу два топора взяли мы ножовку взяли двухручную пилу тоже пока еще нам не нужна сейчас мы будем садить вот такое прохладненькое а раз утро прохладненько это может быть даже будет потом днем жарко хотя он там вдали туча виднеется все все брат сейчас будем напиливать так как снимаешь Сейчас возьму топор и начнем подрубливать. Подрублю желательно где-нибудь на дереве. Подрублю желательно. 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 Вот так мы будем делать отверстие, расширяю я, в зависимости какой там ствол будет большой, по ширине, вот, и сюда я его загоню, вон, покажи, вот примерно вот такая глубина, но тут сыро, тут она забьется хорошо оттуда, векла. Вот так вставляем, Господи благослови, чтобы Господь благословил нас, все это наши труды, и так забьем. Ну и все, в принципе, будет стоять с веточками. Все, и примерно таким вот образом, примерно нам сказали через метр, Игнатьич сказал, а так и будем садить. Ну все. Наши пути... Так.